МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. И вот коротко о главных темах выпуска. Новый асфальт со старыми дырками, летние работы дорожников уже дают результат. С башкирским штампом. Почему письма от местных налоговиков жителям Ноябрьска приходят из Башкирии? Мой класс, моя гордость. В Ноябрьске выбирают лучшего классного руководителя. В Ноябрьске число больных с виным гриппом выросло до 38 человек. Только за последнюю неделю высокопатогенный вирус H1N1 обнаружен у 17 жителей города. Все они госпитализированы. А вот ситуация с простуженными школьниками, похоже, стабилизировалась. Такие выводы предварительно делают специалисты городского департамента образования по итогам последних двух дней минувшей недели. В закрытых на карантин школах постепенно возобновляются занятия. Так сегодня с незапланированных каникул вернулись ученики 7-й и 9-й школ. Завтра уроки возобновят 8-й. Таким образом, закрытыми останутся три образовательных учреждения. Третья и пятая школа, а также первая гимназия. Кроме того, временно отменены занятия в двух младших классах коррекционной школы. В Краснодарском крае убили жительницу Ямала. Тело 30-летней уроженки Надымского района с многочисленными травмами обнаружили 20 февраля в гостиничном номере одного из пансионатов поселка Небук. Как сообщила помощник руководителя Краснодарского следственного отдела Наталья Смятская, в совершении преступления подозревается 22-летний местный житель. Мужчина задержан и заключен под стражу. По версии следствия, женщина проходила код с лечением в одном из пансионатов поселка Небук. Там она познакомилась с 22-летним жителем. 20 февраля молодой человек находился в гостиничном номере девушки, в месяц которой отпевал спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора. Молодой человек стал наносить множественные удары под тело у женщины. Обнаружил, что пострадавшая не подает признаков жизни. Злоумышленник снял с нее золотые украшения, посетил сотовые телефоны и скрылся. Четверо водителей попались инспектором ГИБДД в нетрезвом состоянии в праздник. 23 февраля на улицах Ноябрьска дежурили 15 нарядов ДПС. Всего же за минувшую неделю зарегистрировано 16 пьяных автолюбителей. Еще пятеро проходить медицинское свидетельствование отказались. Теперь им всем, скорее всего, придется расстаться с водительским удостоверением как минимум на полтора года. Депутаты Госдумы предлагают вернуться к бальной системе. Законопроект уже внесен в Госдуму. В случае его принятия он вступит в силу с 1 июля 2013 года. Суть нововведения заключается в том, что за каждый штраф 100 рублей водителю будет начисляться один балл. Как только количество баллов в сумме составит две сотни, автолюбители лишат водительского удостоверения. Кроме того, в законопроекте предлагается установить штрафы до 5000 рублей для пьяных велосипедистов. Помимо этого, авторы документа предлагают ужесточить наказание для тех, кто отказывается проходить медицинское свидетельствование. И назначить им штраф до 50 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 5 лет. Тем временем МВД направило в правительство пакет предложений по изменению в правилах дорожного движения. По инициативе полицейских на дорогах могут появиться новые знаки. Будет введено официально понятие парковки, а скорость движения по магистрали может вырасти до 130 км в час. Сейчас 110. В первую очередь, что касается знаков, в ближайшее время некоторые из них могут сменить привычный белый фон на желтый. К примеру, ограничение скорости, сужение дороги или дорожной работы. К тому же инициаторы поправок предлагают ввести четкое понятие парковки. Причем полицейские предлагают наделить местной власти правом эвакуировать неправильно припаркованное авто. 150 тысяч рублей. Такой максимальный штраф за организацию несанкционированных свалок установило законодательное собрание Ямала для юридических лиц. Должностные лица за мусор теперь тоже ответят длинным рублем. Вместо 500 рублей или 1 тысячи заплатить придется от 10 до 30 тысяч рублей. А вот частные лица раскошелятся максимум на 2 тысячи. Для последних сумма небольшая, но и она увеличена по сравнению с прежним штрафом более чем в 6 раз. Такая законодательная инициатива за несанкционированные мусорные свалки весьма благоприятно была принята среди коммунальщиков, которые всегда на передовой в борьбе с мусорными завалами. Но, говорят они, этой меры недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от проблемы. Есть такая информация, что, допустим, торговая компания, которая осуществляет торговую деятельность, она должна иметь договор на вывоз мусора или утилизацию мусора. Но у многих компаний этого нет. И, как бы я не знаю, в законе, чтобы прописать как-то это, что если компания работает, то у нее в любом случае есть отходы. В любом случае. Как бы там ни говорили, что они бумагу сдают в макулатуру, там, гниющие продукты свои они удобряют, там, это. Зима. Который бы предписывал магазинам или предприятиям в обязательном порядке заключать договоры на вывоз мусора. Нерадивые предприниматели стараются сэкономить на этой статье. В Ноябрьске широко распространена практика, когда магазины или фирмы берут талон на самовывоз одного-двух кубометров мусора, а остальные 30-40 кубометров, которые накапливаются за месяц по факту, отправляют на контейнерные площадки или сваливают на пустырях. И заставить их действовать по-другому законными методами невозможно. А чтобы применить штрафные санкции, надо доказать, кто именно устроил несанкционированную свалку. А это весьма, весьма проблематично. Именно поэтому в Ноябрьске удаленные районы, самострой и другие поселки славятся стихийными свалками из гнилых овощей и прочих, потерявших товарный вид продуктов. И только снег на время прячет это безобразие. Эти чистые горки весной, когда солнышко выглянет и растает, они превращаются в горы мусора. Вы это наглядно можете потом весной так же приехать и снять. Вот видите, под ними все это вид. Это все уйдет в лес. Утекет, выдует. Недолго прослужил новый асфальт на изыскателей. Дорожное покрытие у спидцентра появилось летом, а уже спустя полгода здесь образовалась яма. Причем прореха в дорожной одежде разрослась до внушительных размеров. О появлении ямы в рамках рубрики «Нам здесь жить» сообщили наблюдательные жители города. Кстати, рубрика «Нам здесь жить» теперь и в социальных сетях. В группе «Новости нашего города», «Вконтакте» и «Одноклассниках» появились фотоальбомы. Куда каждый житель города может выкладывать свои фотонаблюдения. К тому же в комментариях к фотографиям наши подписчики могут задавать свои вопросы, ответы на которые будут давать эксперт Всероссийского общества автомобилистов в ноябрьске, а также представители власти и обслуживающих организаций. Будьте активны! 1 апреля налоговая инспекция начнет производить массовый расчет имущественных налогов для жителей ноябрьска. Это транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Для того, чтобы эти расчеты были произведены максимально корректно, специалисты просят людей в течение ближайшего месяца, во-первых, сообщить о льготах при налогообложении, если они есть, и, во-вторых, ответить на единое налоговое уведомление, которое горожане получили еще в прошлом году и которое уже содержит расчет имущественного налога. В письмо также вложено заявление, в котором можно указать налоговикам на ошибки, совершенные при расчете ваших налоговых обязательств. При этом специалисты обращают внимание на основные критерии, в соответствии с которыми начисляются имущественные налоги. Для транспорта это лошадиные силы, а для недвижимости – кадастровая оценка, которая ежегодно изменяется. Далее – так называемый повышающий коэффициент. Он действует с 1 января 2012 года и тоже не является постоянной величиной. И, наконец, дата возникновения собственности. Прежде всего на то, что размер имущественного налога зависит от даты возникновения собственности, будь то недвижимое имущество или это машина. То есть именно от этой даты начинается расчет налогового обязательства. Ну и, соответственно, до даты его прекращения. Потому что очень часто нас спрашивают, говорят, что вот я же в прошлом году машину продал или вот квартиру продал, а налог почему-то прошел. Ну, год-то длинный, да? То есть и все то время, пока человек владел имуществом, за это насчитывается ему налог. То же самое касается и приобретения. То есть с того момента, когда вы купили, с этого момента начинается расчет налога. И еще одно важное сообщение из налоговой. Теперь любая информация для горожан из Ноябрьской налоговой инспекции приходит в письмах со штемпелем Республики Башкортостан. Пугаться или удивляться этому не стоит, говорят специалисты. Это связано с новым порядком документа оборота. В Башкирии создан филиал российской налоговой службы, организация «Налогсервис», куда местные специалисты обязаны направлять информацию, а они пересылать ее физическим и юридическим лицам. И теперь особенно важным становится правильность заполнения документов. Если от руки, то без помарок, на хорошей бумаге, с синей или черной пастой. Но лучшее в электронном виде, с заверенной электронно-цифровой подписью. «Газпромнефть» Неберснефтегаз на новогодние месторождения проводит эксперимент. На второй доживно-насосной станции внедряют рационализаторское предложение по оптимизации технологической схемы подготовки нефти. Авторы РАЦ-предложения – Эдуард Яров, Валерий Лачин и Евгений Черный. Все они руководители третьего цеха перекачки и подготовки нефти. Суть проекта заключается в следующем. «Мы собираемся исключить из технологической схемы нашей установки один насосный блок и пустить воду с синоманной скважины, минуя насосный блок, под своим собственным давлением, сразу на прием блока НПВ». Специалисты уверяют – это РАЦ-предложение не имеет аналогов в регионе. «Эффект? Экономия? Опять же экономия денег, экономия труда рабочих, операторов». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Далее выпуск продолжит новости спорта. В рамках первенства России по мини-футболу «Газпромнефть» на своей площадке провела два важных матча с Хантамансийской «Югрой». Турнирный расклад в нашей подгруппе был таков, что ямальцам необходимо было дважды побеждать. В субботнем поединке игра пошла без разведки и команды обменялись голами, а после «Югра» вырвалась вперед 3-1. На трибунах повисла тревожная тишина. Впрочем, еще до перерыва «Югра» перебрала фолов, и «Газпромнефть» трижды пробивала 10-метровые удары. Как результат, подопечные тренера Марата Абжалимова не только сравняли счет, но и вышли вперед 4-3. Второй тайм больше удался «Газпромнефть», и она довела матч до победы 11-4. Эмоции у команд били через край, и судьи вынуждены были показать две красные карточки, по одной на команду. После чего бригаду арбитров гости и обвинили в своих неудачах. Первый тайм начали хорошо, повели 3-1, но тут же, к сожалению, когда играют две команды в мини-футбол, в футбол и вообще в игровые виды спорта, есть такие два ребята, которые называются «судьи», которые начали, я прямо скажу, не скрывая, чудить. То есть они взяли, сломали первый тайм. Второй тайм был удален я, и, как бы сказать, связующее звено было потеряно. И команда спокойная, ноябрьская «Газпром» выиграла. На следующий день, наоборот, «Газпромнефть» достаточно быстро ушла в отрыв 3-0. Но уже к концу первого тайма ноябрьцы плотно висели на фоллах, и «Югра» счет размочила 3-1. А сразу после перерыва сократила его до минимума. Оставшееся время игра проходила нервно с обилием умышленных фолов со стороны гостей, а концовка получилась тревожной. Но «Газпромнефть» выстояла и победила 3-2. Первый тайм был без переживаний, а второй уже все ближе к концу, больше переживаний было. Счет-то 3-2. Вчера было полегче, сегодня посложнее. Но ребята молодцы, играли хорошо, дотерпели, выиграли. Сегодня они на первом месте в нашей зоне, поэтому с победой. Теперь по потерянным очкам «Газпромнефть» вышла на первую строчку турнирной таблицы. А следующие игры команда проведет на своей арене 2-го и 3-го марта с Сургутским государственным университетом. Обе игры пройдут в спорткомплексе «Зенит». Начало встреч в 12 часов. Денис Ручкин, Артур Кабаневский, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города. Мой класс, моя гордость. В ноябрьске выбирают лучшего классного руководителя. Изначально в конкурсе участвовали 19 педагогов, а ко второму этапу, классному уроку, остались 10 учителей. Подробности далее. О детях, которые в годы войны в Сталинграде, не уступая в отваге взрослым, защищали своих близких, родину, говорила на классном уроке со своим третьим А, преподавательница 13-й школы Наталья Ньянина. Я узнала о Саше Пилиппе, его в строе называли школьником. Он 12 раз перешел линию фронта. Маленькие герои большой войны. Тема для классного урока непростая, но очень важная и нужная. Кстати, проводили его в музее воинской славы. Урок оценивали члены жюри, а участвовали в беседе вчерашние ученики Наталья Ньянина, а сегодня 11-классники 13-й школы и ветераны Великой Отечественной. Мы должны помнить ваших дедушек, прадедушек, которые воевали, которые дали жизнь за Отечество наше всегда. Ребята, идите мимо памятника, пожалуйста, постойте, помолчите, снимите шляпу и постойте перед вечным огнем. И вспомните в это время своих родных и близких. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Наталья Ньянина участвует в номинации «Росток», которая проводится среди классных руководителей начального звена. Также в конкурсе «Мой класс. Моя гордость» лучших классных руководителей выбирают среди преподавателей среднего звена и старшей школы. Все участники – победители такого же, только внутри школьного конкурса. С опытом работы не менее двух лет. Работа классных руководителей всегда была актуальной. Сегодня мы хотим ее поднять еще на высшую ступеньку. Имена победителей станут известны после финального этапа конкурса. В нем учителям предстоит посоревноваться в решении творческих задач, а также написать педагогическое сочинение. Ольга Попова, Григорий Куроптев, Новости нашего города. Выбрать лучшего классного руководителя можете и вы. На нашей странице ВКонтакте открыто альтернативное голосование. Оно не отразится на общих результатах конкурса. Это своего рода глаз народа. На прошлой неделе голосование проводилось за лучшего классного руководителя начального звена. И по итогам нашего голосования первое место в этой номинации заняла Ирина Цехмейстер из первой гимназии. За нее проголосовало более 570 человек. На втором – Наталья Ниянина из 13-й школы, а на третьем – Светлана Василенко из микрорайона Вангапуровский. На этой неделе голосование продолжается, а мы предлагаем вам выбрать лучшего классного руководителя среднего звена. Имена и фотографии конкурсантов размещены на нашей странице ВКонтакте. Еще раз напомню, голосование интерактивно, и его результаты на итогах конкурса не отразятся. В свою очередь, имена выбранных вами победителей мы не только назовем в рамках программы новости нашего города, но и подготовим про них материалы. Так что подключайтесь. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды вы узнаете через несколько секунд, а я желаю вам всего доброго и до встречи. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. АЗС «Газпромнефть» 26 февраля в Салехарде небольшой снег. Ветер восточный, температура минус 28 градусов. У Муравленка преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура 29 градусов мороза. В Ноябрьске без осадков. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура 26 градусов ниже 0.